МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Беларусь 4. Новини. У студии працует Светлана Князева. Добрый вечер. Глядите в этом выпуске. У центра уваги практика разгляду господарчих спречек с судами. Сегодня в Гомеле прошел семинар практикум для представников юридических службов предприемства региона. Знайсти працу онлайн 10 вересня пройдет черговый электронный кермаш вакансий. Кола життя Беларуса у музея истории Гомеля открылась новая выстава. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Жихары Хойницкого района не подтримали заклики о проведении акций протесту и спинене работы предприемства. У региона, який у свой час мощно потерпел у вынику чарнобыльской катастрофы, сегодня лишатся необходим накеровать намагание на створение комфортных умов життя. С меркованиями мясовых жихаров ознайомились наши корреспонденты. У дённый час у Хойниках не шматлюдно. Жихары райцентра знаходятся на праце, а их дети – у дошкольных и навучальных установах. Даречи, зараз у районе отзначается рост народжальности, что так само свечить об узровне життя насильництва. Что тычатся неких акций протесту, то об их перважная большаясь хайничан ведает только по чутках. Некольки десятков человек выходили на площадь двойча, але подтримки сяродь людей гэтая акций не знайшли. Урэште усе разумеют, для того, как доброжить, необходно працаваць. Мне кажется, любой взрослый личный человек может рассуждать следующим образом. Простое одного предприятие, ряда предприятий, особенно крупных предприятий, влияет в первую очередь на экономическую составляющую нашей страны. Задаем себе вопрос, чем же мы завтра будем платить пенсии нашим матерям, нашим отцам, нашим дедам, нашим бабушкам. Я еще не говорю про себя. В процентном отношении моя зарплата, зарплата силовиков – это всего лишь 1% от государственного бюджета. 1%. Львиная доля государственного бюджета уходит на социальные нужды. Хойники – город интернациональный. На приконце 80-х тут проводилось достаточно массовое отселение, але потом сюда стали приезжать переселенцы из краин былого Советского Союза. Оксана Куртова приехала у Хойники из Казахстана каля 20-ти годов тому. Жанчина Пираканана – Беларусь у свете добра ведают, с остановчика боку их этот имидж необходимо поддерживать. 20 лет я живу в Беларуси, видела, какая была она. На моих глазах это все. Я считаю, что мы потихоньку развиваемся. Очень приятно, что, например, и в мировом таком масштабах, что про Беларусь знают и продукцию. Я ездила в тот же Казахстан и хвалят, любят наши продукты, сгущенка и рыба. Очень тепло меня принимали, когда узнавали, что я из Беларуси, расспрашивали, высказывали свое мнение тоже о нашем президенте. В общем, как-то так. Я считаю, что ничего просто так не валится с неба. А перемены, такие, которые приведут к развалу, это глупо. Ну, то такое мое мнение. В уходниках пирокананы, акции протесту и тем больше заклики до спинения работы не мают никакой перспективы. В районе, который в свой час мостно потерпел у вынеку чернобыльской катастрофы, сегодня лечит с необходимым накировывать намагания на створение комфортных умов життя. Коли словозлучение «Малая Радима» не просто слова, разбирать, сделанное своими руками, никто не будет. Гарантом и экономической, и политической, социальной стабильности в стране является президент Республики Беларусь Александр Горьевич Лукашенко. Я высказываю свое мнение. Мое мнение поддерживают мои военнослужащие, моего военного комиссариата, а также всего Министерства обороны. Уважаемые товарищи, давайте отдумаемся, давайте попробуем все вместе, единой Беларусью, которой мы были всегда, решить эти проблемы законным, мирным путем. Я за Беларусью. Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, Теллер, радиокомпания «Гомель». Сегодня у «Гомеля» прошел семинар «Практикум» для представников юридичных службов предприемства региона. У центра «Уваги» – практика разгляду господарчих спречек судами. Идея проведения таких встреч вникла год тому по час поширного посаджения областного союза наймальников. Пропанова прогучала от представников предприемства. При допомозе инкубатора малого предприемства «Белтраст.Инфо» провели шесть семинаров. Сегодня на парадку дня практика разгляду господарчих спречек. Головный докладчик – старшиня областного господарчого суда Наталья Сарнавская. Улику слухачу – представники 25-ти предприемства региона. На этих всех заседаниях рассматривается очень большое количество вопросов. В частности, рассматриваются вопросы исполнительного производства, рассматриваются вопросы заключения хозяйственных договоров, как правильно заключиться, какие могут быть условия, какие могут быть нюансы, какие на практике рассматриваются вопросы хозяйственного суда, на что нужно обратить внимание и какая ответственность за это возникает. Программа семинаров «Практикума» на веросянь довольно насыщенная. У нас на сентябрь месяц очень много затруднено тем, связанным с Трудовым кодексом, потому что все знают, что 28 января была введена новая его редакция и много внесено различных изменений в части оплаты труда, учета рабочего времени, трудовых отношений. Комитет Державного контроля Гомельской области завтра проведет прямую телефонную линию. Разглядаемое питание – выполнение контролирующими органами в области потребований законодательства, которое регулирует контрольную деятельность. Звертаться нужно с 11 до 12 часов. Звонки будут приниматься по номерам 23 83 74 и 23 83 83. 10 вересня Управление по праце занятостей социальной обороны Гомельского гарвы «Канкама» проводит черговый кермаш вакансий, який ранее у электронном формате. Кермаш вакансий проходит на 1-й информационной плясовце и в эконсе «Крупка Бай». Это позволяет в онлайн-режиме забеспечить активный диалог наймальника с уискальником працы, передать опошнему свое резюме, а так само задать усе необходные питания. На черговом кермаши вакансий будет пропоновано больше за 100 працовных месяцев. Удельничаются такие предприемства, как «Станка Гомель», «Гарэлектротранспорт», «Гомельский химичный завод», «Централид», «Гомсельмаш» и другие. Кермаш вакансий будет проходить с 10 до 12 годин. Пошук людей в лесах и городах Беларуси – головная мета волонтеров пошукового выротовального отрада «Симуран» уже на протягу 8 годов. За этот термин с допомогой доброхвотников были знайдены сотни людей. Подробя из необзенности волонтеров «Симурана» доведалась и Вероника Гомзюкова. У пошукового выротовального отрада «Симуран» сегодня лечится больше за 200 человек. Головная якость волонтеров – жадание допомогать людям. Керавник «Симурана» Юрий Беразюк отзначает, что при пошуках человека самое важное первое 70 годин. В этот час людей, как правило, знаходят живыми. По опыте волонтеры отзначают – дети часто сходят за неразумения и крыут, а пенсионеры губляются у леса за стомы и стану здоровья. У нас почему-то люди ждут до последнего, и когда уже начинает темнеть, только тогда начинают обращаться к нам, начинают обращаться в милицию. Наша организация работает по всей Гомельской области, также Могилевская область. Нет, ни на кого учиться не нужно, никаких знаний особых не надо. Если у кого-то есть желание, мы всему научим, все расскажем, все покажем. Сергей Примачоу займается пошуком людей с кастричника минулого года. У его одноклассницы зник брат, и мужчина долучился до пошуков. Этот выпадок стал одним из самых запоминальных для гомельчанина. Второй запоминающийся случай – это когда ночью пришло сообщение о том, что в Бобруйске пропал маленький ребенок. Тоже был собран клич, и среди ночи все выходили на поиски. Даже удивительно было, что столько людей собралось искать ребенка. Ребенка нашли тогда живым, все хорошо. Мария Подкопаева у склада Симурана уже три годы. У першиню она отправилась на пошуки десятигодового Максима Мархалюка с Гродна, який пропал три годы тому. Девчина означает, что с того момента ее жизнь кардинально изменилась. Сегодня для ее самый главный страх – найти человека мертвым. Если у меня будет стоять, или я пойду со своими какими-то друзьями гулять, или объявлен сбор, то я поеду на сбор. Многие этого и не понимают, поэтому большинство друзей отсеялось. Даже на работе понимают, и бывает, что работают до десяти, могут отпустить на пару часов раньше, когда говорят, что пропал ребенок. Ну, отпускают, идут на уступки, все понимают. Симурановцы рекомендуют набыть для своих родных годинник с геотрекером. Так вы зауседы сможете отсажить местознаходжение человека. При походе у леса бявязково возьмите с собой телефон и портативную зарадную приладу. Не лишними будут запалки, вода и леки. Как быть готовым до непредбаченных ситуаций. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук, телерадио компания «Гомель». Уникальный проект у Полесской везцы. Анастасия Тяслюк займается будовництвом агро-садибы, где гости смогут не только отпадшить, але и больше доведаться об мясовых традициях. По ее мерковании, подобный проект дозволит не только одновить везку Хвоенск, але и притягнуть сюда молоть. Дмитрий Котов с подробязностями. Я здесь могу рассказать людям, почему такое отношение к хлебу у нас перебрело, у людей, именно у славян, у белорусов, что раньше хлеб мешали в той же люльке, где качали детей. И обязательно здесь, на Полесе, и даже в этой деревне, есть традиция, когда испекли хлеб, его прикладывают к сердцу. Рецептами полейских страв за Анастасией Тяслюк поделились и мясовые жихарки. После шагов был створенный уникальный в своем роде рецептурник под названием «Золото Полеся». У его вошли разностайные стравы со стола наших протков, тушеный лапух с грибами, печеный подорожник и многие иншие. Это будет все предложено в меню, потому что помимо рецептов, которые предлагают наши местные жители, сохранят, они еще рассказывают, как сохранить тот же подорожник, как подольше сохранить, как заквасить сныть, который перевозится, как снять. И местные жители рассказывают, как сохранить. Можно засолить, можно заквасить, можно замариновать, можно высушить. Сделать абсолютно все, что угодно. И поэтому мы в любой сезон можем людей накормить правильной, настоящей полейской едой. Гостям не только пропонуют почистоваться полейской ежи, а лишь и навушать ее готовать. Так само проведут майстер-классы по сдобыче необходимых ингредиентов. Креативно Анастасия подошла и до оформления номеров своей садибы. Кожный зыг ты матышный. Наприклад, у одним гостям будет пропоновано ознайомиться с профессией тесляра, а у иншим – молочника. Будовнейшие работы будут завершены уже в ближайший час. Анастасия Теслюк – соправданный генератор творчих идей. Уже распроцовался музей Палишука. По суседству с садибой был выкупленный пау-разборный дом, его одновили, и в ближайший час каждый, жадающий, сможет доведаться, как жили люди на этой земле, каля 150 годов тому. Интересно будет узнать, почему именно из осины этот дом сделан, почему дранка, почему крыша не текла, почему печь именно такая, почему есть группка так называемая, есть печь для хлеба. И получить такие знания именно о жизни повседневной. Ухвоенск на постоянное место жихарства Анастасия переехала с Великого города, не который час проживала в Москве. А в таким повороте лесу не шкодуя. Житьё кипеть и у маленькой вёссы. На будущем у предпринимальной девчины немало планов. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район. 12 вересня, подчас святкования Дня города, будет вызначен самый мощный гомельчанин. Организаторы, городская организация БРСМ и один из гомельских фитнес-центров обещают, что с поборництва станут яскравым видовищем. В программе узнятие бирвена вагой 90 килограммов, кантование шин, кидание мешка проспланку 4 метра. До речи, приём заявок на турнир открытый. Свои анкеты необходимо дослать на электронный адрес, который вы сейчас видите на своих экранах. На турниры четыре ваговые категории. У каждой из них будет вызначен пироможца, который отрабатывает не только гоноровый титул, но и абонемент в фитнес-центр. Альбом «Разважание погляд». В Музее истории Гомеля открылась новая выстава «Колы життя Беларуса». Её организовали в рамках проекта «Беларусский семейный альбом». Этот осветницкий культурный проект заявился в 2019 году. Его запустили в социальной сети «Инстаграм» с мытой пропоновать беларусам озернуться назад и поглядеть у вочи своих протков. Проект персонификованный. Организаторы представили гомельчанам фотосдымки людей из разных пирэй до иснования краины. Шесть зварота «Уколы життя Беларуса» расскажут кожному про детинство, столение, навыцшание, веселье, семейное життя и смерть. Усё это зафиксовано на старых фотосдымках. Идея возникла год назад. Мы его установили на платформе «Инстаграм». То есть мы решили через такую несерьёзную платформу показать серьёзные проекты. Ну, прежде всего, конечно, привлекая молодёжь. Мы надеялись на обратную связь. И мы ждали фотографии от беларусов со всей страны. Беларусский семейный альбом находится на Инстаграме. Туда присылают фотографии со всех районов маленьких городов, больших городов Беларуси со своими историями. Присылают своих предков, рассказывают историю предков. Хотят, чтобы вообще, в принципе, осталась в электронном виде информация о предках для потомков. Фотосдымки допомагали сбирать жахары гомельчаны. Подчас выставы ауторы проекта уручили им подяки. Отзначили так само и наших коллег. Журналистов Александра Гавейку и Алену Траценко за уклад у информационной осветлению проекта. Ауторы выставы запрашают здействовать подорожа по житти беларусов до 64-го Кастричника. В связи с проведением техничных работ на антенномачтовых сбыдованиях на этом и наступном тыдне в городе Гомеле и на отлеглости до 40 км от областного центра будет припынена эфирная радио Вяшанне. Размова идёт про период часу 10, 11 и 14 вересня с 9.15 до 18.30. В случае завершения работ ранее позначенного термину деятельность передача будет обновлена. Это и другие новости и информации о проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. Начнём с обстановки на дорогах Гомельской области. В Рогачёвском районе накануне ночью был сбит мужчина, который шёл по центру проезжей части. Место ДТП – деревня Химы. Водитель автомобиля марки «Пежо» двигался по улице Советской в направлении населённого пункта Столпня и сбил пешехода, который шёл в попутном направлении по центру дороги. Мужчина скончался на месте. У водителя имелись при себе все необходимые документы. Пьяным он не был. Ведётся расследование. А накануне около 20.00 в том же Рогачёвском районе спасателям поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии. В результате без электроснабжения остались 4 населённых пункта. Это 96 жилых домов, в которых проживает 135 человек. На проведение ремонтных работ была направлена аварийная бригада. Причина отключения выясняется. В 23.30 электроснабжение было восстановлено. В окрестностях деревни Ацкована и Житковического района найдены целыми невредимыми двое мужчин, которые с 6 сентября потерялись в лесу. Оба любителя тихой охоты вышли на утро следующего дня из лесного массива самостоятельно. Также нашлась и женщина, которая накануне заблудилась в окрестностях деревни Полежачья гора Петриковского района. Днём она ушла в лес, а вечером поступила информация, что женщина заблудилась. Сотрудники милиции и МЧС завершили поиски в 10 вечера. А сегодня в 4.15 утра женщину нашёл её сын, который самостоятельно продолжил разыскивать мать. На территории Будокошелёвского района уже возобновили работу смотровые комиссии. Оперативная обстановка с пожарами там складывается не лучшим образом. За 9 месяцев текущего года произошло 42 возгорания. Что на 75% превышает прошлогодние показатели. Три человека на пожарах погибли. Рейдовые группы сосредоточили внимание на наличии во дворах сельского населения ветхих и пустующих построек, а также участков с сухой растительностью. Проверили и состояние печного отопления. В Гомеле спасатели помогли котёнку выбраться из-за подни. Он застрял на отливе окна продуктового магазина. За всегда тесельмага и постоянный едок просрочки просунул лапу под обшивку здания и оказался в ловушке. Спасать объект всеобщей любви, продавцов и посетителей приехали работники МЧС. Чтобы извлечь его из-за подни, пришлось отжать в сайдинговую панель. Для котёнка всё закончилось хорошо. На сегодня всё. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Полесская дерби на старте. Гомель и Жлобинский металлур кочным поединком начали чемпионат страны по хоккею в экстралигии. Игра проходила в областном центре. Во втором периоде дважды Ефименко и Соколовский обеспечили Столиваром вполне комфортное преимущество. В третьем Рачинский отставание сократил. Однако Воронов под занавес поединка восстановил перевес гостей в три шайбы. Итог победы Металлурга – 4-1. Завтра в Гомеле вечер гандбола. Сразу два поединка национальных первенств пройдут во дворце игровых видов спорта. Женская команда стартует в чемпионате матчем против молодежной сборной. Начало в 17.00. Мужская команда после победы на старте над Могилевским Машек и попробует развить успех в матче против БГУ ФК СК. Этот поединок начнется в 19.00. В Раубичах состоялся командный чемпионат Беларуси по настольному теннису среди спортсменов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. В личных соревнованиях победителями в своих категориях стали Иван Соболевский и Александр Майоров. Кроме того, завоеваны четыре серебряные награды и три бронзовые. В командном зачете у гомельчан второе место. Основу сборной составили воспитанники областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. В Могилеве прошли республиканские Олимпийские дни молодежи по стрельбе из лука. В командном зачете сборная Гомельской области заняла второе место. Воспитанники областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта в личных состязаниях 11 раз поднимались на пьедестал почета. Победителями стали Никита Дубровский, Евгений Смольский, Филипп Курленко, Артем и Алина Малаевы. В Рогачеве состоялась открытая областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по гребле на Байдарках и Каноэ. Равных в командном зачете не было воспитанником Рогачевской из Дюшор номер 2, сереброусборной из Дюшор жемчужина Полесья из Мозыря. На третьей строке итогового протокола расположилась команда Гомельской из Дюшор номер 6 по гребле. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.